Затопленное при строительстве. Барнаульская недешевая набережная. Ее проект вызывал вопросы у известного архитектора Александра Деринга. Сибирская ассоциация архитекторов и дизайнеров вообще раскритиковали практически все, что есть на набережной. Зато власти города грезили, что новый объект станет визитной карточкой города. О набережной мечтало и не одно поколение барнаульцев. Она значилась в градостроительных планах еще с советских времен. И вот, наконец, произошло. Летом 2018 года набережную открывают. Вот они трещины в бетоне. Ну, пока не глубокие, но дальше, я думаю, будет хуже. Краска, которую наносили, уже облезла. Само вот это ограждение. Металл очень достаточно тонкий. То есть, это даже не... Оно не литое, ничего. Просто где-то используется ковка, где-то сварка. Игорь Берг, общественник. Вместе мы решили прогуляться по туркластеру. Вспоминаем, год назад после дождя здесь прошел оползень. На минуточку набережная обошлась федеральному бюджету в 180 миллионов рублей. Только от этого грунт на склонах не стал крепче. Более трех миллионов рублей утекло только на ливневке. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что этот слив должен проходить хотя бы немножко подальше, так как это не последний ярус набережной. И вообще, все это напоминает знаменитую фонтан-скультуру из Бельгии «Писающий мальчик». Просевшая плитка, огромные лужи. Почему же набережная боится дождя? Благоустройством набережной занимался проектный институт «Алтай-граждан-проект». На все работы есть гарантия – пять лет. Но прошел всего один год. Продолжаем мочить ноги. Не симпатично. Или уровень не сделали. Уровень должен быть скат в какую-то сторону, где есть сток воды. Допустим, туда сделали легкий бы скат, а вода бы туда ушла, и там она бы пошла бы дальше. Не продумали наши архитекторы или кто там инженеры строительные. Набережная находится на балансе комитета по дорожному хозяйству, благоустройства транспорта и связи. И специалисты в неделю по несколько раз, естественно, проводят осмотр самой набережной на предмет ее санитарного состояния. Поэтому вопросы находятся на самом деле на контроле. Если верить проекту, на набережной может одновременно находиться полторы тысячи человек. Только есть один щекотливый момент. Давайте представим. Поздний вечер. Куда пойдут эти полторы тысячи человек, если захотят справить нужду? На карте видно. Вдоль набережной три кабинки. Еще один туалет в Нагорном парке. Разбираемся. Здесь они платные, по 20 рублей. Работают обычно до 10 часов вечера. Еще нету 9 часов, а этот туалет уже, например, закрыт. И, к счастью, телевидение пока еще не научилось передавать запахи миазмов. Состояние платных туалетов вызывает вопросы. Например, зачем здесь раковина, если нет воды? И это не самое страшное. Не выкачивают. Редко выкачивают. Уже обеего туалета. Ну, соответственно, и запах. Да. Здорово вообще, сильный запах. Туалет в Нагорном парке, на удивление, оказался бесплатным. Уборная живет на пожертвования прихожан храма. График работы до 8 часов. И теперь главный вопрос. Где же почувствовать облегчение после 10 вечера? Ведь в это время на выходных здесь еще много людей. Куда-то уходили, наверное, ближе к воде, или в кусты, или к камням, там как-то, не знаю. Мужчины могут ходить где, женщинам. Единственный вариант, вон там, в самом речном вокзале, туалет в пивнушке. Куда? Под стол, по-моему, куда? Ну, или под дерево какое-нибудь. Ну, как вариант, а почему нет? Да? Это же естественно, надо быть человеком. Нельзя винить его за то, что человек дышит, например, да? Ему же надо куда-то в воде одевать. Почки работают, хорошо, значит, у человека. Мы вновь обратились в администрацию города. Там нам пояснили. Места для кабинок сданы в аренду частному лицу. Возникает вопрос. Почему же в туристическом кластере приходится ходить по нужде в кустике? Что касается тех туалетов, которые биотуалеты установлены на набережной, они находятся на сегодняшний день в аренде у индивидуального предпринимателя. И график работы, естественно, мы стараемся прорабатывать с ним, чтобы он сдвигал, да? Но все это, естественно, в окупаемость самих биотуалетов. Со следующего года вопрос уже проработан. И, то есть, данная услуга для населения будет оказываться уже нашим муниципальным предприятием. Поэтому здесь мы сможем корректировать время работы этих туалетов. А ведь при строительстве на общественную уборную выделили более... ...трех с половиной миллионов рублей. Тогда общественность шутила, что в таком туалете должны быть золотые унитазы. К слову, даже местный амфитеатр стоит почти на миллион дешевле. Два миллиона семьсот тысяч рублей. Когда я видел проект «Набережная», он казался намного красивее. И амфитеатр там выглядел больше и интереснее. А на самом деле получилось, ну, три убогих лавочки каких-то непонятных. Для проведения мероприятий, я думаю, этого недостаточно. Сколько там сядет? 15-20 человек? Ну, это ни о чем. Это смешно. Изначально было заявлено, что трибуны амфитеатра смогут вместить около двухсот человек. Думаю, комментарии дальше не нужны. Вечер, идет концерт. Но почему-то желающих почувствовать себя в Барнаульском колизее немного. Мало развитая инфраструктура. То есть нечем заняться, собственно, людям тут. Детям не организовано, организации никакой. Так чего же этим людям не хватает? Чиновники решили узнать это с помощью книги отзывов о набережной. Она хранится в кафе Нагорного парка. Кто-то просит высадить деревья, кто-то установить архитектурные формы. Сделайте детскую площадку, поставьте аттракционы, сделайте пруд. Может, люди перестанут жаловаться, что у нас колхоз, особенно москвичи. И туалет круглосуточным. А лавочками, дешевой плиткой не удивили. Я думаю, что это место должно развиваться и улучшаться дальше. Можно было бы проводить разные мероприятия. К примеру, каждую неделю тематические вечеринки. Можно сделать детскую площадку. И все же набережную любят. Здесь почти круглосуточно гуляют жители города, выступают музыканты. И, возможно, когда-то набережная изменится в лучшую сторону. Например, с приходом нового мэра. А пока, говорит Игорь, чтобы набережная перестала выглядеть дешево и сердито, ее проще снести и заново построить. Но вместе признаем, прорыв Барнаула уже состоит в том, что у него появилась своя набережная. Спустя три века город все-таки повернулся лицом Каби. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Специально для телеканала ТОЛК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова